Всем привет! После последней трансляции появилось достаточно большое количество вопросов по иммиграции предпринимателей по закону 14.013 в Испании. И то ли я не совсем понятно объяснил, то ли меня не совсем правильно поняли, но вопросы достаточно странные. Вот сегодня этим видео хотел бы внести ясность по данному виду на жительство. Начать хочу с того, что есть два важных момента, которые нужно учитывать при подаче на вид на жительство для предпринимателей. Во-первых, вам необходим цифровой сертификат из испанской налоговой. Получить его можно только лично, будучи в Испании, заполнив форму на сайте и предъявив документ, удостоверяющий личность, то есть ваш паспорт, в испанской налоговой, либо в любом другом представительстве администрации Испании. Ссылки на процедуру и на те места, где это можно все дело подтвердить, я оставлю в описании под видео. В общем-то, ничего сложного нет, можно получить, но для этого необходимо будет приехать в Испанию. И второй, наиболее важный момент, вам необходим бизнес-план. И не простой бизнес-план, а бизнес-план, на который дано положительное заключение Департамента внешней торговли и Министерства экономики Испании. И это, естественно, ключевой момент в данном случае. То есть мало просто хорошего бизнес-плана, на него еще нужно положительное заключение. Положительное заключение можно получить как в Испании, так и вне Испании. Насколько я знаю, отделение данного департамента внешней торговли есть во всех странах, где есть дипломатическое представительство Испании. И в описании под видео я оставлю ссылку, где можно посмотреть, есть ли в вашей стране отделение данного департамента. Насколько я знаю, и в Москве, и в Киеве точно есть. Ну и вообще, я думаю, в любой другой крупной стране, где есть диппредставительство Испании, также можно найти данный департамент. Следующий вопрос, который меня задавали просто огромное количество раз после трансляции на эту тему, звучит он следующим образом. Я индивидуальный предприниматель, работаю один. И могу ли я оформить также индивидуального предпринимателя в Испании и на этом основании переехать в Испанию по ВНЖ предпринимателей по закону 14.2013? И, к сожалению, скорее всего, ответ нет. Почему нет? Объясняю. Я уже говорил в трансляции, что ваш бизнес-план для испанских властей должен отвечать на три основных вопроса. Первый вопрос, сколько денег, собственных и инвестиций вы сможете привезти в страну? Второй вопрос, сколько рабочих мест для безработных испанцев вы сможете создать? И третий вопрос, сколько налогов в перспективе вы сможете платить со своего бизнеса? И, к сожалению, индивидуальные предприниматели пролетают, так скажем, по двум пунктам. Во-первых, они не создают рабочих мест, так как они, как правило, работают одни, сами на себе. И, во-вторых, налоги, которые они платят, как правило, меньше, чем соответствующие налоги на доходы физических лиц, если бы эти люди работали по найму. Ну и, соответственно, получается, что люди таким образом, можно сказать, уходят от налогов легально, но, тем не менее, это уход от налогов, поэтому для индивидуальных предпринимателей это все-таки не совсем подходит. И еще один важный момент, это уже касается не индивидуальных предпринимателей, а вообще всех тех, кто собирается переезжать в Испанию как предприниматель. Ваш бизнес должен быть инновационным. То есть это должен быть либо бизнес, которого еще нет в Испании, либо бизнес, который в Испании только-только начинает развиваться. В этом случае у вас есть все шансы на получение положительного заключения. И еще меня много спрашивают, можно ли посмотреть бизнес-планы моих знакомых, которые успешно подались по данному закону на визу предпринимателей, можно ли узнать, какой у них бизнес и так далее. Я думаю, что всем понятно, что ответа в данном случае нет, потому что бизнес-план – это в данном случае основной момент, достаточно серьезная вещь, которая представляет собой и описание источников инвестиций, и описание бизнеса, инновационные аспекты, технологии. В общем, серьезный документ, которым, естественно, никто просто так не поделится. Но я уверен, что если у вас есть желание переехать как предпринимателю и есть хорошая идея, то вы сможете без проблем составить свой бизнес-план, в котором опишите все аспекты вашего бизнеса. И в описании под видео я оставлю выжимку на русском языке, в которой достаточно подробно расписано, какие по минимуму пункты должен включать ваш бизнес-план. По-моему, там 5 больших пунктов. И вот ориентируйтесь на это, старайтесь, чтобы ваш бизнес-план включал все эти пункты перед тем, как подавать его в департамент внешней торговли. Теперь хотелось бы быстренько пробежаться по процедуре непосредственно подачи заявления. Как только вы получили уже положительное заключение, у вас есть бизнес-план, есть цифровой сертификат, вы можете подать заявление, будучи как в Испании, так и в России. И вот сейчас рассматриваем непосредственно саму процедуру подачи заявления. Итак, как я уже сказал, вам потребуется цифровой сертификат. И для начала хотел бы сказать, что данный сертификат и вообще вход в систему электронной подачи заявлений по закону 14.2013, он работает в двух браузерах, насколько мне известно, в Firefox и в Internet Explorer. У меня Firefox, но здесь важный момент такой, что Firefox нужен не старше 51-й версии, потому как почему-то данная система отказывается работать с Firefox 52-м, 53-м и так далее. То есть не старше 51-й. Если вы пройдете по ссылке в описании под видео, то увидите, что там есть следующие пункты. Это Espace Information с информацией о том, как пользоваться системой Alta Solicitut. То есть можно подать заявление в консультары статус Алиситут, это проверить состояние вашего заявления и вернуть фикасионис, посмотреть уведомления, которые вам присылали по вашим заявлениям. Вам в вашем случае нужно нажать Alta Solicitut, то есть вы хотите внести новое заявление, начать новый процесс, и появится экран, на котором вы можете авторизоваться в системе. Авторизоваться можно двумя способами, посредством цифрового сертификата или посредством электронного ключа. Настоятельно рекомендую вам завестись цифровым сертификатом и пользоваться только им, потому как система, эта клавия электронного ключа, влажает просто жутко. И сколько раз я не пытался ей пользоваться, толком никак не получилось. Поэтому рекомендую пользоваться сертификатом. Войдя в систему, вам, соответственно, нужно выбрать. Хотите вы начальную подачу произвести, произвести обновление вашего видного жительства, либо донести, так скажем, какие-то документы, если у вас потребовали их донести в уведомлениях. В нашем случае мы нажимаем первичную подачу заявления, то есть инициаль. Попав на экран с заявлением, здесь нужно заполнить базовые данные. Это ваш адрес в Испании, либо вне Испании ваш телефон, ваша электронная почта, а также согласиться на то, что вы хотите получать уведомления по электронной почте и по СМС. Далее необходимо заполнить данные заявителя, то есть это человек, который непосредственно подает заявление. Это имя, фамилия, тип документа и номер документа. В вашем случае это должен быть номер иностранца, то есть вам заранее необходимо получить НИЕ. Это очень важно. И нужно выбрать тип заявления, который вы собираетесь подавать. В вашем случае это будет «Emprendedor» и, соответственно, либо «Titular», то есть основной заявитель, либо «Фамильяр», «Родственник». Всех родственников необходимо подавать отдельное заявление. Вы это можете сделать, пользуясь вашим цифровым сертификатом, никаких проблем в этом нет. И дальше необходимо просто загрузить документы, то есть PDF-файлы отсканированные, которые требуются. Как вы можете заметить, обязательных документов всего два пункта. Это заявление заполненное и подписанное и полная копия паспорта действительного. Насколько я знаю, паспорт должен быть действителен в течение года, то есть на момент подачи у вас должен быть срок действия еще как минимум год. Дальше, что необходимо еще подать. В данном случае они отмечены как необязательные, но тем не менее. Без них, естественно, вид на жительство не дадут. Важный пункт – это «Seguro Público o Privado de Infermedade», то есть у вас должна быть частная медицинская страховка в случае сведения на жительство для предпринимателей. Также вы должны оплатить «Потлину», это «Hustificante de abono de la tasa», то есть вам ее нужно оплатить в испанском банке. Она, насколько я знаю, не имеет срока годности, то есть вы ее можете оплатить, будучи в Испании, и по приезду, уже собрав все документы, подать заявление, пользуясь данным «Hustificante». «Informe» собрала «Actividad emprendedora de Caracter Innovador», то есть вам необходимо вот то самое заключение от Департамента внешней торговли. Под этим пунктом его необходимо загрузить. Дальше, что важно еще, сертификат «Descedentes Penales», то есть справка о несудимости, она должна быть с переводом на испанский язык, присяжным переводчиком и с апостилем. Или апостилем, никак не могу запомнить, как правильно произносить это слово. И, в принципе, на этом все. Дальше есть возможность загрузить дополнительные документы, и здесь вы можете загрузить непосредственно ваш бизнес-план, доказательства того, что у вас есть деньги, какие-то спонсорские письма от ваших потенциальных инвесторов, анализ рынка и так далее. В общем, все, что считаете нужным, все, что, как вы считаете, на ваш взгляд, может повлиять на положительный исход решения по вашему виду жительства, загружайте в данном пункте. И также важный технический момент. Несмотря на то, что они пишут, что загружать можно файлы до 25 мегабайт, реальный размер, который они принимают, это 10 мегабайт, поэтому имейте это в виду, и вполне возможно придется вам ваши файлы немножко подужать. Ну и, соответственно, все просто. Щелкаете Guardar, и он вам предлагает подписать ваше заявление, используя ваш цифровой сертификат. Подписывайте заявление, я это делать сейчас не буду, так как подавать мне особо, в общем-то, нечего. И, подписав ваше заявление, вам выдастся код заявления, дата подачи, и с помощью этого кода вы сможете отслеживать состояние в консультаре статус-листитут с предыдущего экрана. И, соответственно, как только у вас появится новое уведомление, вы его скачиваете, смотрите, от вас либо требуют дополнительные документы, вы их загружаете, либо вам сообщают, что вам отказано по такой-то причине, либо без причины, они не обязаны указывать причину, либо вам одобрен вид на жительство, и вы можете использовать данную авторизацию, то есть загрузить прямо авторизацию с этого сайта и идти в консульство, получать визы и приезжать в Испанию, открывать ваш бизнес. Вот как-то так, все достаточно просто. Самое главное, чтобы у вас были все необходимые документы. Также хотел бы анонсировать очередную трансляцию с ответами на ваши вопросы по Испании, по жизни в Испании, по иммиграции в Испанию и так далее. Она состоится в эту субботу, 10 июня, как всегда, в 8 часов по Испании, в 8 часов вечера. Это 9 вечера по Москве. Приходите. Думаю, что будет интересно, так как предыдущие две трансляции собрали достаточно большое количество людей, достаточно большое количество просмотров, много вопросов было, в общем, было интересно. Уверен, что в этот раз будет не менее интересно. Приходите, буду вас ждать. Вот такое вот небольшое обновление по бизнес-миграции по закону 14.013. С этим, я думаю, теперь все понятно и стало более-менее ясно, кто сможет эмигрировать как предприниматель по закону 14.013, в каком случае и что конкретно должен содержать ваш бизнес-план при подаче на вид на жительство по данному закону. Если остались вопросы по этому видео или вообще вопросы по эмиграции в Испанию, пишите в комментариях или в скайпе. Буду рад вам помочь. Спасибо за внимание, за просмотры, за то, что ставите лайки, подписывайтесь. Удачи и увидимся на трансляции. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok